Каштовности, какие объединяют. В Гомельской области, как в любом кутку нашей страны, еще не святкуют День незалежности. Пандемия скоротела урочистую программу, многих покинула дома. Але тысячи людей гэтую важную дату означали подчас церемонии ускладания кветок, допомников. Люди веншовали один одного и узгадывали, чаго каштовала нам перемога и як важно ею захавать. Берахчи один одного, памятать о подвигах протков, ведь добрые намеры. Напевно, гэта самая головная, как про шмат годов, и наши нашатки смогли с гонором означать гэты у прямым сенсе святы для кожного жахара Беларуси день. По дробязности сегодняшнего свята у Гомеле, у репортажа Марина Джалы. До первого урочистого мероприемства гэтага дня митингу на площади. Працы застались литерально лишенные хвилины. Напевно, давно наши люди с такой нецерпливостью не чекали День незалежности. Пандемия крыху заморудила наше життем. А лисене у кожных из нас быцем заявился новый импульс – жить, сподеваться и верить. Перед самым початком урочистой церемонии на площади працы поспеваем пахутрыть за гостями свята. Праздник очень много для нас, значит. Это день связан с суверенитетом нашей страны, с Днем независимости. День освобождения города Минска. Фактически освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Это мир, это жизнь, это счастье, это наша жизнь. Эмоции радостные, что мы все-таки едины, мы независимы ни от кого. И вот у нас есть такой, скажем, показательный праздник, что вот Беларусь является независимой страной. День независимости – это наша жизнь, это наша радость, это наше продолжение нашей жизни, чтобы у нас было всегда светлое будущее. Света начинается со слов дячности протком за перемогу и вспоминывал тем, как отроджалась окраина после закончения войны. Как все разом люди отбудовывали городы, с какими светлыми сподеваниями они отроджали тое, что зруйновали фашисты. И как верили, что нет ничего страшнее за войну и ничего важнее за свободу. Так и есть свобода, каштонность, которая никогда не обесценится. Ветераны, мы гоноримся вами и мнемся быть ровными вам. Дякую вам за нашу мирную Беларусь, яка опыта не найдя курсом будовництва и створения, разливозаховывая память про героев и подей Великой Айчиной войны. В номинальной 85-й годе Великой Перамоги в областном центре забили портреты героя-мартизана Емельяна Парикина и маршала Константину Рокоссовского на месте спали на Львовском районе створили вершинный мемориал безлинным аферам войны. Ветераны дякують за веншование и так само берут слово. Кожная кранает до самой глубины души. Усе мы – галинки одного великого древа, имя якому – Беларусь. С гонором, каже ветеран Великой Айчиной войны Айлита Самсонова. Нас связывают общие корни, и мы, ветераны войны, хотим, чтобы это древо было могуче и сильное. То, что отбывается у нашем житей, что день – звычное, а поспробуй стратить, и одразу приходит разумение его каштонности. Так и с нашей свободой. И она – наше счастье. Звычное, а лягульное для всех нас. Самый главный и самый важный праздник для нашей независимой республики. И то, что на сегодняшний день, несмотря на все сложности, которые происходят в мире, наша страна отдает дань уважения людям, которые эту независимость нам завоевали. И в едином порыве собирается в этот день на значимых местах для города Гомеля, Гомельской области, Республики Беларусь. Это важный момент. Важный момент, потому что это история. Это наша история, это наше будущее. После завершения урошистой частки свята наша здымочная группа наведала некольки пляцовок, где для горожан и гостей подрихтовали забавляльные мероприемства, выставы, концерты. Коля кинотеатра «Мякалинина» – экспозиция военных здымков и речев. Бодай усеянный напомин об героичном минулым продка у сегодняшних работников киновиды опрокату. Когда, в общем-то, захотели это сделать, мы бросили этот клич для наших людей. У кого-то, что есть дома, у кого-то у бабушки, у дедушки. Все это осталось с тех времен. И оно пригодилось для того, чтобы организовать вот такую выставку. На набережной реке Сош некольки зон для активного отпорчинку. Юные картингисты демонструют свои виртуозные навыки маневрования. Некоторые из этих детей уже чемпионы республики. Поначалу мне очень было страшно, сейчас, ну, не сильно. Привыкаешь со временем. Побач со скульптурной композицией «Лодышник» святкует День вышиванки. Это мероприемство ладить активисты Белорусского республиканского союза молоди. Задача для удельников – прости, связанные с темой вышиванки, квест. Пераможцы учекают подарунки. День независимости мы еще празднуем сегодня День вышиванки. Игломельская городская организация БРСМ проводит квест, приуроченный ко дню вышиванки. У нас есть много станций, на которые нужно выполнить свое задание. И в конечном итоге победитель получает приз именно от Гомельской городской организации БРСМ. Какие задания? На каждом этапе свое. У нас на этапе нужно раскрасить орнамент и забрать себе этот листочек и идти дальше. Людей селит на святочных пляцовках не верьми шмат. Многие остались от дома. А летые, кто пришел, задоволенные и настроены оптимистично. Традиция Державного святоя означать разом с иншими горожанами для многих вельми важная. Свободу, красоту нашей республики. Ну а для нас сегодня вообще было, мы с Академией Марины Кабодаря, Анташу, мы продемонстрировали коллекцию. Для нас это вдвойне праздник. Какое настроение? Замечательное. Освобождение нашей Беларуси. Независимость наша. Какое настроение сегодня? Отличное. Особенно у ребенка. Гордость за нашу страну, за тихое мирное небо над нами. У вечера на набережной реке Сош пройдет концерт, апофеозом якого станет церемония уручения штугодовой премии «Человек года». За пять хвилин до 23 годин стартует акция «Спьем гимн разом». После ее завершения небо светит фейерверк. Заим по доброй традиции можно будет надзирать с пяти городских пляцовок.